здравствуйте друзья овощеводы ну что он в теплицах у нас теперь уже работа пошла полным ходом весна вроде как началась я много снимал роликов выращивание растений в теплицах а сегодня хочу подойти к этому вопросу с несколько необычной стороны потому что в основном все ролики снимаются об устройстве грядок и выращивание потом растений а я хочу поговорить об внутреннем оснащении теплиц ну обычно работы по внутреннему оснащению теплиц заканчиваются устройством грядок но для про эти грядки свои показывал который сделан у меня из оцинкованного профиля не буду я на этом долго останавливаться вот уже пошел пятый год работают они прекрасно ограждение гряд делать обязательно потому что мы пробовали первые два года без ограждения грядки осыпаются получается черт чего а уж высоту каждый будет определять сам нас вот это вот вполне устраивает можно сделать и повыше можно делать утепленные грядки каждый выращивает растение как может материал для ограждения грядок может быть любой я нисколько не настаиваю на своей конструкции здесь дело еще в том что каждый исходит из тех возможностей какие у него есть у меня были вот эти профиля остатки я попробовал вполне нормально а так если есть шифер можно и шифер хотя я не очень хочу как бы делать шиферные ограждения потому что все равно это не совсем полезно как я считаю деревянные но они служат недолго вот единственное на чем я хотел остановиться много возникает вопросов о долговечности этой грядки я уже много роликов снимал скажу самое основное основной конструктивной деталью этих грядок является нижний профиль вот здесь он идет он лежит на земле он будет служить до тех пор пока он в земле не за нее разогнать ему очень очень много времени нужно ладно нагряд как я больше останавливаться не буду остановимся на следующих моментах ну первый момент это обеспечение теплицы водой желательно чтобы она была теплая и в достаточном количестве мы несколько испробовали моментов автоматический полив делал капельный полив и все таки мы вернулись самому простому дедовскому способу вот у нас стоят две бочки вот это 200 литровая бочка и вот это 100 литровая бочка они стоят внутри теплицы в принципе они не мешают наливая их самотеком из резервуаров которые собирают ливнестоки от вот это я показывал и там еще один стоит за день нагревается и к вечеру поливать ими просто прекрасно это вот что касается полив до поливаем и вручную ну теплица небольшая и она у нас одна поэтому обеспечить полив это в общем вручную не сложно вторым моментом о котором я уже и говорил и повторю еще раз проблему но она не то что проблема при выращивании вот скажем и томатов и перцев их нужно подвязывать и многие каждый раз каждый год делают это снова и снова вот с применением вот этих вот цепочек нарезанных из бутылок у меня это проблема снялась раз и навсегда то есть я делаю что сейчас я вам покажу они у они у меня на зиму вы уже видели подвязаны под самый верх распределены они на определенном расстоянии для чего я сделал вот здесь вверху сделал три продольные планки вот ну вот теплицы конечно конструкцию всех разные но все равно можно придумать или поперечные или длинные планки и к ним уже крепить ну каждый к чему-то же крепит подвязки все остальное вот сделав вот такие вот цепочки у меня этот вопрос практически снялся то есть у меня получается как сейчас я вам покажу то есть я их на зиму оставляю вот в таком вот виде а весной когда начинаем сажать томаты я просто беру и опускаю вниз на цепочку и она у меня становится на то место где должен быть посажен томат томат все никаких подвязок никаких проблем нет вот здесь уже томат посажены но цепочки как вы можете видеть висят но это дело делается просто раньше я использовал вот такие вот деревянные штырьки саморезом но не принципе рабочие некоторые чем не остались а в последнее время я стал использовать вот такие вот крюки и загнутые с проволоки ну как это делается ну вот висит цепочка вот в ее районе посажен томат с использованием здесь вот наверху поперечных вот таких планок я могу регулировать направление цепочки как по длине грядки так по ее ширине то есть получается вот таким вот образом направляем направляем мы цепочку так как нам удобно и пришпиливаем ее в районе куста томата это это к чему что эти цепочки вот служит уже пятый год и получается что я как бы не забиваю себе голову не трачу время на подвязывание вся их опустил вставил в нужное место и томаты прекрасно растут вот на боковых грядках они крепятся за продольную вот эту вот вещь и таким же образом вот крепится около куста томата еще одним из таких ну вроде бы не очень важных но очень технологических моментов нужно где-то устроить место для того чтобы поставить какой-нибудь столик для чего на нем можно поставить вот у меня стоит электротен на всякий случай при низких температурах я его включаю подтапливаю помогает он очень хорошо ну и для всяких вот таких подручных дел но в итоге получается как-то вот так ровненько и симпатично и самое главное что с ними потом работать очень легко с помощью крючков ну вот собственно все что я хотел сказать если кому-то что-то понравится я буду только рад а так вот то что у меня сейчас сделано вот уже года наверное два три нас устраивает на сто процентов ну ладно вам удачи больших урожаев подписывайтесь на канал если нравится ставьте лайки а пока в общем до свидания